С нами на связи Алексей Парекий, академический директор Центра публичной дипломатии. Алексей, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Приветствую вас. Алексей, ну а как вы смотрите на те перспективы, да, участие Китая непосредственно и в этом форуме мира? Ну, как мы понимаем, при определенном условии, что якобы там должна присутствовать и Российская Федерация. Ну, именно поэтому я достаточно скептически отношусь к такой позиции Китая, потому что свое официальное участие в этом саммите Китай сделает условием для участия в какой-то форуме представительства России. Соответственно, для Украины это неприемлемое условие и здесь достаточно небольшой, знаете, диапазон для компромисса. Более того, здесь есть проблема не только нежелания Киева, но и совершенного нежелания Москвы. Потому что те, ну, скажем, инициативы, если их можно так назвать, которые мы видим со стороны Кремля, они абсолютно не несут в себе какой-либо конструктивной позиции по отношению к возможным переговорам. Я уже не вспоминаю недавнее выступление, не знаю, как его назвать, политика или стендап-комика Дмитрия Медведева о том, что единственными условиями для разговора с Украиной может быть только тотальная капитуляция. Ну и, собственно, в более реалистических каких-то переговорах, в общем-то, здесь очень мало, ну, в общем-то, возможностей. Соответственно, Россия будет говорить о том, что она не может принять участие в таком саммите, потому что этот саммит не является площадкой для переговоров, потому что это инициатива Украины, и, в общем-то, здесь нету о чем разговаривать. Для Киева есть принципиальный вопрос, что саммит мира не может включать как переговорную площадку агрессора. Соответственно, Китай будет здесь пытаться продавливать, с одной стороны, свои интересы как страны, стоящей как бы над схваткой, то есть показывая свою миротворчествость, а с другой стороны, поддерживая Россию именно в ее риторике в том, что все санкции, введенные в одностороннем порядке, нелегитимны, все действия должны регулироваться путем мирных переговоров и тому подобное. Мы видим, что для Москвы тема мирных переговоров, она достаточно удобна, она продвигает эту тему, но я напомню еще раз, как не раз уже говорил, что это, по сути, такая информационная спецоперация. Никакой готовности к реальным переговорам Москва не демонстрирует. Соответственно, Кремлю удобно использовать эту карту именно как повод. И мы видим, что такие, не то чтобы союзники, но, скажем, страны, которые готовы как-то поддержать в чем-то Москву, например, Индия или Турция, они тоже поддерживают риторику о мирных переговорах. Недавно МОДИ заявил о том, что война должна быть в Украине прекращена путем диалога и мирных переговоров. Мы помним высказывания Эрдогана в том же духе. Но это все, знаете, такой туман войны, переходящий просто в дипломатическую сферу на уровне заверений. И я очень скептически отношусь к тому, что Москва может выступить с реалистичными предложениями. И Китай в этом смысле выступит каким-то, знаете, конструктивным партнером Украины. Китай продолжает быть партнером России. Китай продолжает дистанцироваться формально от войны, при этом поддерживая Россию политически и экономически. Вот, допустим, в этом месяце, по разным данным, поставки нефти в Китай могут достичь своего максимума. Особенно на фоне того, что марка «Сокол» нефти с России не будет закупаться Индией, потому что Индия опасается все-таки вторичных санкций и снизила объемы закупки. То Китай увеличил уровень закупки нефти с России. Китай все так же продолжает поставлять товары двойного назначения. И это одна из тем, которые будут обсуждаться, я думаю, в Париже. Потому что Китай очень нервно отреагировал на возможное введение вторичных санкций со стороны Европейского Союза. Китай начал активно лоббировать исключения китайских компаний из санкционного списка, которые сотрудничают с подсанкционными компаниями из России. Мы видим, что на встречах Ли Хуэя, спецпредставителя Китая в Европе, эта тема активно обсуждалась. Я думаю, по всем дипломатическим каналам эта тема звучит. И явно это будет одним из ключевых точек таких непростых разговоров Макрона с Сидзи Пин. А скажите, вот мы же говорим о том, что российский диктатор Владимир Путин уже в мае, вероятно, посетит Китай. Ну, по крайней мере, как пишет Ройтерс, глава Кремля съездит в КНР перед запланированной поездкой Си Цзиньпина в Европу. Предстоящий визит Путина может стать его первой зарубежной поездкой во время нового, так называемого, президентского срока. Официальная инаугурация российского диктатора, как пишет Ройтерс, должна состояться 7 мая. Ранее Путин посещал Китай для переговора с Си Цзиньпином в октябре 2023 года. Ну и скажите, тут возникает вопрос. Алексей, а как можно товарища Си подтолкнуть к тому, чтобы он занимал более жесткую позицию по поводу той политики, которой до сих пор придерживается Путин? Не изменяя в целом ни своим целям, ни своим заявлениям, поскольку, как мы понимаем, та риторика, которая была, она и остается. И единственным таким базисом для переговоров, о которых говорят Путин и тот же, как вы говорили, Медведев, да, это просто капитуляция Украины. Ну, по сути, речь идет о капитуляции Украины. Но ни Европа, ни Соединенные Штаты Америки не то чтобы не могут там позволить, да, но даже представить себе такой вариант для них тоже неприемлем, поскольку это усилит Россию, усилит и связь России вместе с КНР, соответственно, ну и им придется совладать с еще большими угрозами. Получается, у нас Путин в Китай, а товарищ Си, как мы понимаем, будет с визитом в Европе, ну и в частности предполагается переговорный процесс, который должен пройти где-то на Елисейских полях с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Да? Каковы ваши ожидания вот этих переговорных процессов? Ну, я думаю, визит Путина в Пекин – это давняя такая московская традиция. Каждый московский правитель должен получить хотя бы формальное одобрение, ярлык направления. Знаете, как в свое время в Золотую Орду на поклон ездили, так, по сути дела, Путин съездит в Пекин, получив одобрение своего такого обсевдоправления. Что касается реалистических тем для разговоров и давления или возможных каких-то инструментов давления на Китай, я думаю, здесь тоже достаточно ограниченный инструментарий. Китай может учитывать только вариант получения дополнительных либо бонусов, либо наоборот проблем. То есть, соответственно, усиление санкционного давления на Россию и связанной с ней компанией – это может быть инструментом давления на Китай. Именно поэтому Китай так активно борется против включения китайских компаний даже в символические списки санкций, например, той же Украины. И мы помним эту тему, когда Китай начал очень активно поднимать публичный вопрос о том, что Украина внесла несколько китайских компаний в санкционный список. И это неприемлемо, потому что якобы Китай не является стороной конфликта, и это как бы недружественное движение. Соответственно, если Европа и Соединенные Штаты и другие страны будут увеличивать, поднимать цену такого партнерства для Китая с Россией, Китай может пытаться дистанцироваться. Пока я вижу это как единственный инструмент давления на Китай. С другой стороны, как вы заметили, места для компромисса очень мало, потому что есть интересы и Запада, и Китая, которые плохо согласуются в контексте Украины. Есть интересы Украины, которая стремится выжить в этой такой геноцидальной войне. И, соответственно, Москва, которая не оставляет пространства для компромисса, а принимает только формат поражения Украины, здесь нет места для, по сути дела, компромисса. Соответственно, переговоры в таких условиях, по сути, невозможны. Соответственно, есть определенные общие интересы у многих игроков, и это интерес снизить интенсивность войны. В этом, в принципе, заинтересована та же Россия, потому что при всей браваде война достаточно проблематична для Москвы, потому что это все-таки слишком большое бремя. Соответственно, выйти из войны Москва не хочет и не может, а вот снизить ее издержки Москва бы хотела. Соответственно, переговоры или какие-то форматы такого подмораживания конфликта, они, в принципе, в интересах Москвы. Для Китая тоже здесь вопрос капитуляции Украины не стоит как цель, но вопрос проигрыша Москвы стоит как абсолютно неприемлемое условие. Соответственно, Китай готов поддерживать Россию на определенном уровне, но тоже хочет снизить издержки, потому что, так или иначе, война в Украине тоже бьет по экономике и Европы, и Китая, уменьшаются товарообороты и тому подобное. Поэтому есть заинтересованные страны, которые бы с радостью снизили бы этот конфликт и желательно вообще о нем бы забыли. Но готовности как бы сдать Украину со стороны Запада тоже нет. Соответственно, здесь я не вижу особенно реалистических перспектив для переговоров. Здесь идет война за время как ключевой ресурс со стороны Украины и России. Соответственно, этот конфликт будет длиться. И только ужесточение, ну и санкции, и вообще давление на Россию со стороны не только Европы и Соединенных Штатов, но как можно большего количества стран могут принудить Россию к какой-то форме конструктивного, скажем так, диалога. Алексей, смотрите, вот вы говорили о том, что Путин так или иначе поедет получать этот ярлык направления со стороны Китая. Хотя и до этого мы можем вспомнить заявление того же товарища Си, который, будучи с визитом в Москве, говорил о том, что как бы там не закончились, по сути, следующие так называемые выборы, Китай будет рад видеть в этом кресле именно Владимира Владимировича Путина. Вот, соответственно, ну, понятное дело, что тут у них как бы все сходится. Это видение определенным образом у них, ну, как-то так, на нем они акцентируют внимание, и тут действительно они согласуют определенные свои позиции, и в частности те, которые касаются и позиции КНР по поводу Тайваня. Так вот, после так называемых выборов, за кавычьем это слово, в Российской Федерации, Путин заявил, что поддерживает территориальные претензии Китая на Тайвань. Якобы Тайвань, далее цитата, это неотъемлемая часть Китайской Народной Республики, а недружественные Китай страны пытаются его спровоцировать. По мнению аналитиков, глава Кремля подыгрывает лидеру КНР Си Цзиньпину, который в конце 2023 года заявлял, что воссоединение Китая с Тайванем, как говорится, неизбежно. В Тайване отреагировали на слова Путина, и Министерство иностранных дел государства заявило, что их страна суверенная и независимая. Алексей, а насколько для Китая важны вот эти голоса, которые идут в унисон с их позицией по поводу так называемого воссоединения? Это важная позиция, важна поддержка. Китай уже в течение многих лет пытается использовать прежде всего экономическое и дипломатическое давление на Тайвань. Одна из схем, которую Китай использует, это минимализация международного присутствия Тайваня. То есть мы помним даже в разгар, например, эпидемии ковида, когда сотрудничество Тайваня с Международной организацией здравоохранения было ограничено Китаем именно как попытка ограничить присутствие Тайваня в какой-либо форме на международной арене. За последние годы Китай, ну прямо скажем, перекупил ряд стран, которые имели дипломатические отношения с Тайванем. На сегодняшний день их осталось, кажется, 13 уже. Было буквально еще лет 10 назад больше 20. И в основном это небольшие государства. И Китай использует абсолютно такую тактику, знаете, открытого шантажа и покупки, то есть предоставляет какие-то кредиты и тому подобное. Соответственно, я не думаю, что Китай поменяет свою тактику в ближайшее время. То есть это увеличение давления на Тайвань, это ограничение возможностей Тайваня быть представленным в какой-либо форме на международной арене. И в этом для Китая важны все страны, которые его поддержат в этой позиции. Другое дело, что позицию официальную одной страны, собственно, одного Китая поддерживают, в общем-то, практически все страны. И здесь есть определенный такой статус-кво, когда формально политика одного Китая поддерживается, но при этом развиваются экономические, политические и прочие отношения с Тайванем, не признавая де юре эту страну как независимую. Но де-факто, строя свои отношения с Тайванем, как независимую государство. По этому пути идут большинство стран, прежде всего демократических. Даже та же Россия, в принципе, с Тайванем имела достаточно активное сотрудничество. После вторжения в Украину это сотрудничество несколько уменьшилось, но не полностью оно исключено. Но здесь Россия будет поддерживать все инициативы Пекина. Я думаю, что, к сожалению, не только Россия. То есть есть много стран, которые готовы повторять внесенца Китая и его позицию по отношению к Тайваню. И смотрите, Алексей, напоследок, давайте попробуем с вами хотя бы предположить, с учетом той информации, которую нам предоставляют СМИ, как в дальнейшем будет развиваться эта история. Поскольку уже есть сообщения о том, которые могут говорить о возможной вероятности, что Китай, по сути, уже сейчас продолжает подготовку к вероятному нападению на Тайвань. Но, по крайней мере, как пишет издание Bloomberg, военные расходы КНР растут. В частности, страна наращивает свой военный и ядерный арсенал в масштабах, не виданных со времен Второй мировой войны. Но, вероятно, Пекин придерживается амбиций быть готовым к вторжению на Тайвань до 2027 года, отметили в Bloomberg. Несмотря на экономические проблемы, официальный оборонный бюджет Поднебесной за последние годы увеличился на 16% и превысил 223 миллиарда долларов. Только за последние три года армия Китая получила более 400 истребителей, два десятка крупных военных кораблей. А с 2020 года государство удвоило свои запасы баллистических и крылатых ракет. Алексей, а как вы считаете, насколько вероятно, что уже в ближайшем будущем, по сути, обозримом, 27-й год, может произойти то, что предполагает средство массовой информации? Ну, вы знаете, вот эта дата, 27-й год, она уже давно гуляет в просторах мировых СМИ. И я немножко скептически отношусь именно к такой оценке, потому что когда возникала тема, почему именно 27-й год, то это по оценкам аналитиков рост военных возможностей Китая, который выйдет на определенный паритет. Он не станет полным паритетом, допустим, Соединенным Штатом, но определенного паритета Китай к этому времени планирует достичь. Но это абсолютно не означает то, что даже достигнув, если это большой вопрос, удастся ли это Китаю, достигнув паритета, допустим, Соединенными Штатами в военных определенных мощностях, Китай будет готов топнуться на Тайвань. Я думаю, все будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, вопрос цены, потому что здесь как раз ключевым является, в общем-то, результат российско-украинской войны. Потому что если Китай будет понимать, что цена вторжения будет для Китая неприемлема, я думаю, это лучшая гарантия для Тайваня, что войны как таковой не будет. Есть второй вопрос, это ситуация в самом Китае, как вы тоже заметили. Экономическая ситуация в Китае достаточно, мягко говоря, проблематична. Я лично ожидаю скорее ухудшения положения Китая. И мы видим огромный отток капитала с Китаем, мы видим, по сути, уже кризис во многих секторах. Поэтому вопрос, насколько Китай будет способен вступить в такой откровенный конфликт с большим количеством стран, которые поддерживают Тайвань, это для меня вопрос очень открытый. Есть другая проблема, это проблема, скорее, знаете, цены ошибки для авторитарных правителей. Она, к сожалению, со временем возрастает. И вот здесь ухудшение экономической и социальной ситуации в самом Китае иногда подталкивает стареющих диктаторов к тому, чтобы начать какие-нибудь авантюры в внешней политике. Вот Россия прекрасный пример. И вот здесь мы не знаем, на самом деле, как будет развиваться ситуация в самом Китае, насколько будут консолидированы все инструменты влияния Компартии и на страну, и, в общем-то, на армию, и на экономику. Поэтому здесь большой вопрос. Есть определенная вероятность того, что в попытке избежать внутренней проблемы в самом Китае Пекин может выбрать вот такую модель именно победоносной войны. Но, опять же, вторжение на Тайвань не будет легкой прогулкой для Китая. Здесь тоже есть масса оценок экспертов, что даже при росте ожидаемой военной мощи Китая вот к 1927 году далеко не факт, что Китаю удастся осуществить эту войну, знаете, быстро, победоносно и тому подобное. Это может оказаться такая же история взятия Киева за три дня. И последствия политические и внутреполитические для Компартии могут быть очень даже непредсказуемыми. А то, что Китай готовится в целом к противостоянию с Западом, и Тайвань является одним из таких ключевых моментов, да, это факт. Здесь мы будем наблюдать рост военных расходов и со стороны Китая, и со стороны соседей Китая. Но, опять же, не только вопрос Тайваня для многих соседей Китая. Его рост и в военном смысле, и в таком агрессивном внешнеполитическом является большой проблемой. Соответственно, мы здесь будем наблюдать противодействие и со стороны Японии, Южной Кореи, но также, например, со стороны Индии. Соответственно, я не думаю, что Китаю будет так легко выйти в такую тотальную доминацию, и когда он сможет осуществлять такие военные операции на Тайване без каких-либо последствий. Алексей, спасибо вам большое за разговор, за то, что присоединились к эфиру. Алексей Полекий, академический директор Центра публичной дипломатии, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Продолжение следует...